Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 13 сентября и давайте посмотрим, что на текущий момент происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели минимум в области 1.1927, к концу торговой сессии вернулись и закрылись уже выше открытия рынка вчера. Сегодня с утра пара торгуется уже выше максимальных значений, которые были зафиксированы 12 сентября, что в свою очередь нам дает сигнал о том, что коррекция может завершиться и ближайшая тенденция возобновится уже с целями роста в область 1.2080 и далее на 1.21-1.22. Отмена данного сценария, ну и соответственно уровень стоп-лосс в данном случае имеет смысл разместить на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это область 1.26. Если пара сможет уйти ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, то вероятно возобновление уже нисходящей тенденции по паре евро-доллар. Британский фунт вчера уходит выше максимальных значений, которые мы видели в конце прошлой недели и в понедельник, и тенденция на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару получает следующее продолжение. Вчера и сегодня уже доходили до максимальных значений в области 1.3314, тенденция на укрепление британского фунта сохраняется. Отмена данного сценария будет вновь актуальной, если пара уйдет ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 12 сентября. Вчера это область 1.3159, на текущий момент тенденция на укрепление также сохраняется. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера показал минимальные значения в области 79.97, остановились в своем падении и закрылся рынок достаточно близко к ценам открытия. На текущий момент мы можем говорить о том, что ближайший уровень для преодоления, после которого мы можем увидеть уже возобновление роста по австралийцу, это максимальное значение вчерашней торговой сессии область 8048. Уход выше данных уровней, закрепление за ними вернет нас уже к восходящей тенденции по австралийцу. Ну а в свою очередь обновление минимальных значений в области минимумов, которые были вчера, отметка 79.68 скажет нам о продолжении продаж на текущий момент, если говорить о покупках, то только после преодоления максимума вчерашнего дня. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент продолжают корректироваться, сегодня доходили уже до максимальных значений в области 110.27, а в свою очередь ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это область 109.22. Уход ниже данного уровня вернет нас уже к краткосрочным продажам по паре американский доллар и японская иена, ну и я напомню, что основной тренд по данному активу также сохраняется нисходящий. Пара американский доллар и канадский доллар вчера к концу торговой сессии смогла уйти выше максимальных значений, которые мы видели 11 сентября и 8 сентября, поэтому на текущий момент здесь мы можем говорить о начале коррекционного восходящего движения. Возврат к продажам по данному активу будет вновь актуален уже после преодоления минимальных значений, которые были вчера, это область 1.2080 и что откроет цели движения уже дальше на отметку 1.1947. На текущий момент тенденция коррекционная сохраняется на укрепление американского доллара по отношению к доллару канадскому. Пара евро-фунт продолжает снижаться, вчера также доходили до минимальных значений в области 89.80 и на текущий момент ближайший разворотный уровень для продолжения покупок здесь будет актуален на максимальных значениях, которые были вчера, 12 сентября, это область 90.83. По золоту мы также видим, что к концу торговой сессии вчера золото смогло вернуться уже к максимальным значениям и закрылись выше открытия в области 1322 доллара за тройскую унцию. Именно там сейчас и располагается ближайший разворотный уровень, преодоление которого вернет нас к покупкам по данному активу. На текущий момент пока мы остаемся ниже данного уровня, тенденция на снижение по золоту остается в приоритете в рамках часового таймфрейма. Ну и ближайшая цель по нисходящему движению это уйти уже выше, ниже отметки 1322 доллара за тройскую унцию, тем самым подтвердив нисходящее коррекционное движение по золоту. Нефть марки Brent пока не может начать продолжение нисходящего тренда. Вчера мы видели уход выше максимальной значения 11 сентября, понедельника, что в свою очередь нас возвращает к покупкам, к краткосрочным покупкам по данному активу. С этих уровней уже дальше возможно продолжение роста в область 55-56. Ну а для этого нефти нужно преодолеть максимальное значение в области максимума в прошлой неделе. Это отметка 54.95. Вернуться к краткосрочным продажам мы сможем только после преодоления минимальных значений, которые были вчера, это область 5349. Ну и по индексу DAX тенденция коррекционная восходящая сохраняется. Если говорить о возобновлении продаж по данному активу, то ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были вчера, это отметка 12480. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, ваши вопросы вы можете оставлять под этим видео. Если вам оно понравилось, если оно было полезно, то ставьте лайк и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok